Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня мы продолжаем наш разговор о шеклере и поговорим о том, как же ее успешно размножать в домашних условиях. В домашних условиях этот комнатный цветок размножается в основном черенками. Семенное размножение растения используется значительно реже. Для размножения черенками прежде всего надо подобрать подходящий материал. Это должны быть развитые, сильные, полуодревесневшие черенки. Перед посадкой черенок надо подготовить. Лучшей подготовкой будет его выдерживание в растворе гетероауксина или корневина. В течение 6-8 часов. Можно и не замачивать черенок, а просто перед посадкой обмакнуть его срез в порошок корневина. Для посадки черенка лучше всего подойдет смесь из торфа и песка перлита. Но правильно подобрать, подготовить черенок и составить нужную землесмесь может оказаться недостаточно. Черенок не примется. Все дело в температуре, необходимой для укоренения черенка. Точнее, в температуре почвы, которая должна придерживаться в пределах плюс 20-22 градусов. Безусловно, оптимальный вариант использования мини теплички с нижним подогревом. Но не у каждого цветовода она есть в хозяйстве. Выходом может послужить палочка, приспособленная над радиатором отопления. Вот на нее и можно поставить горшок с корневином, накрыв его прозрачным колпаком. Разумеется, что такой вариант возможен только в отопительный сезон. Но именно весной, когда отопление еще не отключено, шифлеру и желательно размножать. На протяжении всего времени укоренение черенок периодически надо проветривать и опрыскивать. Удалять конденсат с колпака. Яркое освещение во время укоренения не требуется. Напротив, оно должно быть весьма умеренным. После того, как черенок даст корни, не нужно торопиться пересаживать в постоянный горшок. Пускай корни оплетут весь земляной кон. После укоренения горшок с молодым растением помещается уже на хорошо освещенное место. Размножение шифлера семенами в домашних условиях процесс более длительный и во многом зависит от качества самих семян. Поэтому он и менее популярный. Сама же технология этого способа достаточно проста и похожа на выращивание из семян других комнатных растений или обычной рассады садовых цветов и овощей. Высевать семена можно в смесь торфа или листовой земли и песка или обычную универсальную смесь на основе торфа. Перед посадкой семена надо подготовить к проращиванию. Это значительно повысит шансы на более активную схожесть. Для этого их можно замочить в растворе любого стимулятора. В ипине, например. Хороший результат дает замачивание в соке алоэ. После обработки семена шифлера высаживают во влажную семлю на глубину примерно равную двум размерам самого семени. После посадки емкость семенами накрываем пленкой или колпачком. Нижний подогрев, как и при размножении черенками, весьма желателен. Когда семя прорастает, а на семенцах появляется 2-3 настоящих листочка, их можно и пикировать. Молоденькие шифлеры растут быстро и уже довольно скоро, буквально через 3-4 месяца, будут требовать более просторную посуду. Ну вот пожалуй и все на сегодня. А если у вас остались вопросы или быть может вы хотите поделиться с нами своим личным опытом, то пишите все это в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Подписывайтесь, если вы конечно еще не подписаны. И вы всегда будете знать все секреты и тонкости ухода за комнатными растениями. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok